Нужно сейчас определиться с цветовой планом? Ничего! Некоторые родители вообще не понимают, зачем их выдернули с работы и рассказывают про какие-то жилетки и юбки. Дети и так ходят в школу в строгой одежде. Однако руководство учебной системы страны рекомендовало одеть всех учеников в форму. Сами дети в принципе не против. Когда у всех разная форма, похоже как на проходной двор просто. Да, лучше когда будет форма, у всех одинаковая. Что-нибудь яркость все-таки оставалась, не только черная и белая? Вот только конкретных вариантов никто не предлагает. На первое время, уверена директор школы Людмила Огурцова, можно обойтись и жилетками. Хоть они и нет, Вячеслава Зайцева споров это предложение среди родителей вызвало не меньше, чем школьная коллекция знаменитого модельера. Интересно, что самих учеников на обсуждение, какой будет форма, не позвали. В данном случае получится, что родители будут выбирать. Вот это навязывание. Тут тоже надо к этому подходить внимательно. За введение единой формы вроде бы всех. Ребята больше не будут показывать пальцем друг на друга, плюс всегда опрятный вид. Всего к началу учебного года нужно закупить или шить 1200 комплектов. Но судя по реакции участников собрания, задача эта непростая. Родители разделились на несколько групп. В итоге собрание не может определиться, в какой форме их дети пойдут в школу 1 сентября. Нет согласия ни в цвете, ни в предметах одежды. Скорее всего, придется взять тайм-аут и встретиться, наверное, еще не раз. Мария Дудник, Наталья Курцова, Новости, Седьмой телеканал.